У моей тёщи есть кот Марсель, наглая и хитрая зверюга, которого моя жена ласково зовёт Марсюша. Даром, что она ухаживала за ним с детства, когда гладит, кот запросто может цепиться и расцарапать до крови руки. Для меня это вообще что-то за гранью добра и зла. У нас с родителями тоже кот есть, Стёпа, и за все годы, что он у нас живёт, такого себе никогда не позволял. Что-то не так, он просто уходил и всё. А этот может запросто залезть на стол, разорвать пакет с продуктами, всё там перегрызть и забросать по всей квартире. Он уже взрослый, ему лет 12. Как говорят в таких случаях, Горбатого только могила исправит. Но он умирать пока не собирается. Разорвал в клочья новый диван, ободрал обивку с входной двери и оборвал все обои в квартире, а потом сожрал все цветы, что стояли на подоконниках. Все мои попытки подружиться, взять там на руки или погладить, кот пресекал сразу, рычал и начинал драться. В нашей новой квартире нет интернета. Иногда, когда тёща уезжала, я жил с котом по несколько дней, чтобы там работать. Он демонстративно меня игнорировал и дал всячески понять, кто в доме хозяин. Если я забывал убрать обувь в шкаф, мочился мне в туфли. А поутру, когда я открывал глаза, мог обнаружить рядом с диваном откровенную кучу. Крики не помогали. Лукавая зверюга просто пряталась за шкаф или за холодильник и сидела там, пока всё не утехнет. Когда я понял, что друзьями нам уже никогда не стать, просто терпел его, как лужи в осенний день и приложение к любимой тёще. А когда мне нужно было выполнить работу, связанную со святыми царственными страстотерпцами, я приехал жить к тёще. Каждый день стал им молиться и работал. Работал, ухаживал за котом, читал о кафе царственным страстотерпцам, ездил в храм на крови и провёл там всего несколько дней. На третий день просыпаюсь, смотрю, кот сидит возле моей головы и нежно мурлычет. Какого доброжелательного выражения на морде я вообще никогда не видел. Смотрит на меня так ласково, как на брата, словно бы спрашивает, как спалось, голуба, какие планы на день и вообще. Я только одеяло откинул, он замурлыкал, забрался ко мне на грудь и стал мне ухо вылизывать. Когда я сел работать, залез ко мне на колени и стал тереться головой о руку и урчать, как паровоз. Я вот сейчас сижу и думаю, а что же с того времени, как мы с ним знакомы больше года, изменилось? Совершенно ничего, кроме того, что в последнее время я стал каждый день молиться святым царственным страстотерпцам. Никаких выводов по этому поводу я не делаю. Туфли на всякий случай убираю в шкаф прихожей, а он сидит рядом, мурлычет и смотрит. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok